Всем привет, друзья! На канале Семьи Поддубных В этом видео я покажу и расскажу, как выставляю маяки и перфорированные уголки для изготовления откосов дверных проемов конных сейчас в данном случае это будут дверные и просто будет проходная арочка вот я покажу, как я сделал, уже готов ну и небольшая экскурсия с тройкой то есть ремонтом, точнее уже полным ходом начал штукатурить вот, сейчас буду тянуть от самого верха 6-ти метровую полосу покажу, как это все тоже делают итак, поехали значит, использую для изготовления углов вот такие вот перфорированные цинкованные углы вот, они мне нравятся больше и 6-ти миллиметровые маяки для того, чтобы собственно, этот откус у меня получился ровненьким значит, теперь смотрим на месте вот я уже изготовил, точнее выставил эти маяки выставляю с помощью лазерного уровня ставлю уровень лазерный ставлю, отбиваю вертикаль и по нему сразу вот намазал-намазал растворчиком с двух сторон прилепил выставил оно зафиксировалось вот этот уголок у меня стоит четко вертикально теперь под рамой точно так же я на этот же стартовый раствор я приклеил второй маячок теперь я просто набрасываю сюда оно застыло оно застывает достаточно быстро естественно поверхность перед этим грунтовалась вот то есть можно вот это все делать буквально там с промежутком ну час максимум а если использовать старый раствор я не знаю правда насколько это ну я спросил у мастера одного он мне сказал что типа можно использовать старый ну старую эту гипсовую смесь вот допустим у меня там был мешок которому уже больше года вот и такая особенность есть в нем что он очень быстро схватывается ну буквально я замешал буквально там 5-10 минут все оно застыл то есть там алебастровая основа или что я не знаю в общем очень быстро если раствор старый имейте ввиду он быстро схватывается и я один раз замешал просто там ну многовато думал там сейчас буду штукатурить пока я туда-сюда раз оно уже застыло пришлось выбросить вот с свежим там полугодичным запечатанным мешком ну как бы такого не происходит поэтому я в некоторых местах использовал его в принципе очень быстро все схватилось нормально все держит значит такая особенность есть со старым раствором я тоже кстати искал какие-то где-то вот в ютюбе искал ответ на вопрос что как как работать со старым ничего кстати не нашел вот ну я применил его таким образом есть какие-то у меня где штабление было вот там трубы были закладные то есть я этот раствор весь туда забрасывал ну там чуть-чуть еще осталось так использую в таких не ну как бы в таких местах где это можно использовать вот значит выставил значит маячки теперь просто я набрасываю сюда растворчик и протягиваю между углом вот этим вот углом и самим маяком который под рамой вот я протягиваю и получается сейчас покажу что получается получается вот такая вот стартовая основа этот пролет у меня как бы арочный здесь двери не будет поэтому я выставил такие два перфорированных уголка с двух сторон вот и просто протянул между ними поверхность получилась пока вот такая вот грубая вот но после того как я два-три раза пройду финишем она станет совсем другой вот и это все вот наплывы которые шпательком я сниму это ничего страшного и будет все ровненько то есть я выставил три угла с одной стороны и три с другой и между ними просто протянул вот так вот это все потом получается а теперь идем покажу что получается когда сейчас я здесь отключу перед дверь открою что получается когда уже я протянул финиш получается вот такой вот откос здесь тоже самое было сделано здесь стоит уголочек вот этот же перфорированный здесь стоит маячок и между ними это все значит протянулось вот стартом а потом вот это вот два раза я прошел со финишем потом это все еще шкурить надо ну и потом покраска и красить буду все белый цвет мне нравится белый цвет это практичный цвет вот и не нужно заморачиваться с цветами и потом если где-то что-то надо подкрасить просто пошел подкрасил где-то что-то вымазалось вот мне нравится все в белом цвете вот так вот так сейчас делаем откосы окна второго этажа которая будет освещать будущую лестницу лестницы пока нет вот ну все то же самое по маякам с одной стороны под рамой у меня стоит маячок а на угле стоит уголок вот и я сейчас наношу стартовую смесь вот вытягиваю потом она подсохнет и будем наносить финишную также я уже нанес старт на стену и в принципе как бы процесс у нас движется работать приходится вот в таких вот непростых условиях скоро на шпагат сяду по другому никак это дешевый простой вариант все на лестницах никаких лисов не ставлю вот теперь уже я наношу финиш финиш уже везде вот протягиваю заканчиваю откосики и наконец-то мы сможем начать монтировать лестницу если вы хотите побыстрее увидеть монтаж лестницы нажимайте лайк и тогда видео выйдет как можно быстрее ну все всем пока до новых встреч подписывайтесь на канал пока пока до новых встреч до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...